На входе посетителей встречают три страуса – Варвара, Гоша и Кеша. Мальчишек можно узнать по красному клюву. Это характеризует как раз страусов мужского пола. Страусов на своем дачном участке Валерий Королев выращивает уже почти 15 лет. Когда-то мужчина был моряком и привез заморских птиц из Африки. Поселил их вместе с курицами и утками, выучил особенности и повадки. Теперь без страусов дачный участок не представляет. Черный южноафриканский страус может не только жить в наших условиях, но и размножаться. Это говорит о том, что его организм способен легко адаптироваться к новым условиям жизни. Страусы вызвали интерес не только у соседей Валерия Королева, но и за пределами его деревни. К мужчине стали съезжаться люди и просить показать заморских пернатых. Со временем туристов становилось все больше, а Валерию Королеву это только в радость. Про птиц он рассказывать готов часами. Толщина шкалупы 2,5 мм. Вес яйца 1,5 кг. Средний вес. Но самое большое у меня было 2,260 кг. Сегодня Валерий Королев, по мнению многих, считается одним из зачинателей экотуризма в Приморье. Для посетителей у него предусмотрена даже сувенирная лавка. Продает страусиные яйца и перья. В Древнем Египте страусиное перо считалось символом справедливости. Как именно оно работает, конечно, никто не знает. Но, возможно, стоит завести у себя дома целого страуса. Как-никак самое справедливое животное. Хозяин вырастил уже три поколения страусов. Когда-то по его участку разгуливали 19 птиц. Потом он их продавал, а сейчас в его зверинце снова пополнение. Несутся птицы с марта по сентябрь по одному яйцу за раз. Снесла первое, второе будет через 48 часов. Следующее опять через 48 часов. И так штук 5, 6, 8 через день. Потом дней 10, 15 отдыхать. Чем больше она дала в цикле, тем больше ей надо отдохнуть. Питаются гигантские птицы в основном зерном и зеленью. Но хозяин приучил их есть помидоры, огурцы, хлеб и даже картофельные очистки. Валерий Королев заводил страусов для развлечения. А в итоге оказался дачником в тренде. Ведь сегодня в моде экологический отдых и агротуризм. Когда люди едут за впечатлениями в сельскую местность. Многие приморцы, да и не только, нередко проводят выходные с африканскими страусами. Ирина Мокрецова, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом. Новости на Восьмом. Продолжение следует...